Это первая феноменальная карта с участием этих двух потрясающих команд Navi и HellRaisers. Не отшел из чего? Ну, очень крутая карта. На самом деле, как я и сказал, я и люблю такие карты, потому что все очень внезапно может перевернуться. Ну, конечно, Иван подтвердил золотое правило двух из трех. Вы знаешь, в этот талисман, надо три раза победку дать и два раза... Один свап ты можешь промазать, но два нормально дать. Главное дать конец, благодаря которому ты сможешь выбрать игру. Да, и... Ну, хорошо, сыграли Navi, конечно, цеплялись до конца, тяжело было. У них такой набор героев был немножко странноватый в какой-то степени. И лайфстилеру не так комфортно было. Но, тем не менее, молодцы, победили. И в параллельном матче у нас тут Team Spirit доламывают Империю. И напомню, если они 2-0 победят, Navi победят 2-0, Navi достаточно будет одну игру всего выиграть у Империи. И, конечно, это очень большое давление на Empire будет. Потому что... Ну-ка, откуслить... Осталось 5-0. Немножко страшно. Вест оф 2. Да, и могут немного поплыть. А Team Spirit уже все практически гарантировали первое место. Что и ожидалось. В общем, гарантировали им победу. Многие предсказывали, скажем так. Вы можете наблюдать за матчами этой команды на первом канале. twitch.tv.ruhub. На этом же карте мы будем сейчас смотреть с вами карту по номерам 2. Ну и хочется вам сказать отдельное спасибо за то, что вы пишете в твиттерочке. Маштегу.ruhub и так далее. Взрывается. Твиттер. Да, твиттер взрывается. Это все очень круто. Ладно. В общем-то, давайте прыгать во вторую карту и посмотрим, что происходить. Итак, что мы имеем? Na'Vi за Рейнт в этой карте катать. Hellraiser за Тайр. И это Джиггернаут против Спектры. Я так понимаю, Спектрус воровали просто у Na'Vi. Ну, потому что есть уже аппарат. Аппарат, они так играли. И у них очень сильно получается. А Шерри решили сами со Спектрой поиграть. Еще и Инвокер играли. Довольно редко мы его видим, потому что часто его банят. Но у Na'Vi пока что все хорошо. У них сильные, очень плотные герои. И где-то в начале они будут иметь прибыль с такими героями. Потому что Спектре все-таки... Угу, еще Леона берут. Но это против Джаггера контроль, чтобы его иметь возможность подстанивать. Na'Vi берут Квапу. Да, пока Спектре, если не затягивать игру, то нравится чуть больше. Протянуть против Спектры и Инвокера. Инвокер он вроде как теряет после покупки свою актуальность. Но в глубоком лейте он опять слишком силен за счет того, что летят косты. Время. Делает очень-очень больно. Последний статей пока убирают Киеса и Na'Vi тоже. Но сейчас выкидут от героя. Пан на Капитана. Те отправляют в небытие. Офлейн Фуриона, который мог бы появиться в Холл Рейзерс для глобальной стратегии. Пан на Капитана. Ну, плохо сыграл. Здесь же Na'Vi, я не сомневаюсь, что они выигрывают и чувствуют, что действительно они где-то просели, но потом использовали все свои возможности. Страшная команда это будет. Ну, потому что Санейка здесь, в принципе, никогда не проседал. Но вот именно Дэнди и Артстайл нужно в себя поверить. Особенно Дане. Если он опять почувствует вкус крови, он там растерзает всех. С другой стороны, ты можешь до этого и не давать. В такой степени нужно было комбэкаться из карты в карту и заставлять себя поднимать мораль постоянно. Да, но они реально так не доверут. Я думаю, что если Na'Vi такими темпами будут им давать чувствовать уверенность в себе, то в какой-то момент они и перестанут комбэкаться раз за разом. Просто вспоминая Na'Vi 2011 года, что это была за команда? Это команда, которая 9 из 10 игр выигрывает от начала до конца, а в 10 она в тяжелой ситуации. Но пока ты им трон не сломал, ты не можешь расслабиться. Потому что ты расслабился, все, они отыграли все преимущества и сделали комбэк. Здесь очень похоже. Окей. Hellraiser с Beastmaster добирают. Хороший тоже выбор. Дополнительный рейт. Кстати говоря, да, точно. В общем-то, с боя с Hellraiser с группе A уже вылетели с этой квалификацией. То есть здесь Hellraiser вторая карта, по сути дела, уже не нужна. Но только если они захотят немножечко пообломать жизнь Na'Vi. То есть забрать у них там лишнее одно очко. Только из этих соображений Ашер могут сейчас постараться. Ну и, конечно же, подарить одну победу в этих квалах для своих фанатов. Тоже бы неплохо было бы. Но Слардары добирают себе Na'Vi. Очень пик у них похож на версию 6.85. Когда Слардары там забирались. У нас были плейни. Их брали очень-очень часто. Видимо, такую довольно похожую схему. Будут играть через Amplify, через Wave Adventure Spirit. То есть как-то пошить, скажем так, с броней птивника. И отдавать хороший урон. Но Hellraiser спорят как глобальная стратегия. Ньюки, которые работают по всей карте. С персонажей. Есть чем инициировать. Есть чем поддерживать атаку. Так что, в принципе, герои у той и другой команды вполне достоинят друг друга. А в правильной игре у нас там невероятные приключения Габлака на Тринте. И его миллиарды деревьев расставлены по всей карте. Я как не включу, тут Empire стоят где-то закопанные. Но сейчас Empire еще могут что-то сделать. Напомню, там уже заканчивается вторая карта. Столько начинается. Да, у нас первая карта очень лучшая. Да, ребят, обязательно смотрите через мультфильт, потому что матчи невероятно важных. И обязательно ставьте наигинг бетс, чтобы вам было еще интереснее. Хотя куда уж интереснее. В общем-то, вы, конечно, рискуете. Потому что не просто победа или поражение. Здесь может быть еще и ничья. Но зато коэффициенты больше на каждой из вариантов. Ну и, собственно говоря, давай посмотрим, кто у нас на кум играет. Арсел на Operation, Санейка на Винге, Дэнди на Квапиде, Тиаран на Джиггернауте и Ахмо на Слардаре. И Хелл Резер, сыграющий за Дайвер, Шачло пошел на Офлайн на Бестмастере. В миду будет стоять Афонин на Инвокере. Ну и легкая линия. Это Керри и Бах на Спектре и два суппорта. Готэм на Тазлике и Андершок на Лай. Нас назвали Тимон и мы Пумбой. Ну, кстати, почти похожи. 30 секунд до начала сражения. Пиши, да, по-прежнему, ребят, по хэштегу РУХАП. Много интересных сообщений, успеваем перечитать. Иногда даже в момент пауз игр. У нас довольно серьезный состав комбинаторов получается. Миракл, который комментировал здесь для вас Ночью Америку. Тимон и Пумба. А, подожди, нет, Тимон и Пумба это Готхан с Каспером, алло. Ну, да. Видимо, мы Готхан с Каспером. Битва начинается. Нападение на Шачлот. Начинается очень жесткая драка. Стан по двоим, хороший. От Леона, Санстрайк пошел. Санейка в итоге забивают с руки. Ахмо. Ахмо тоже бьют очень больно. Шачлот прогрызает себе ветками. Нужно спасаться Ахмо. Ахмо уходит. Ну и да, вроде как только Ферзблат отдали. Больше никого не заберут. Руну еще снизу должны отжать Ашер. Ну, а сверху достанется она на Артстайл. Нужно на самом деле бежать уже и забирать. А, уже забрали. Конечно, 25-й Сану уже идет. Смотрим, что Джаггер забрал Инвокер. По одной рун для каждой из команд осталось. Окей. Ну, вообще по линиям пока все более-менее понятно. Не стали придумывать коллективы для того, чтобы ставить куда-то там в холлус. В агрессивную линию. Фоня ошибся немного. И вместо Алакрити метеорит качался. Будет сбрасывать, видимо. На голову. Через Алакрити вот этот старый, добрый, сильный инвокер. Можно по контенте по голове. Стоит отметить. Нави идут. Они, как ребята, играющие в спектру, прекрасно все понимают. Сразу идут спектру давить. Прямо сразу. Трипла у них безумно сильная. Посильнее, чем у Ашеров. Хотя у Ашеров тоже не слабая. Но Джаггер посильнее спектры. И здесь, наверное, это главный такой фактор. Потому что, в принципе, Дазл и Леон, они неплохие. Все равно, аппарат венга посильнее. Да, да. Аппарат, безусловно, любую триплу усиливает так, что сравниться с ним может, наверное, никто. И Артстайл прекрасно понимает. Есть у него уже вкачанный челлен-тач. Если начнутся размены какие-то по ХП у друг друга руки. И, конечно же, Артстайл будет выигрывать со своими героями рядышком. Здесь, понятное дело, Храйзерс не будут конфликтовать. Будут под своим тавором. Как раз таки спектра под своим тавором будет фармить. Для этого, конечно, желательно топорик приобрести. Но пока и так получается. Но Джаггер уходит пока с первой очки с более лучшим крипстатом. Потому что с двух... Ну все окей. Санэйк вичит возможности кого-то подловить. В случае чего, понимая, что Дитяра отдаст потом Блейд Фьюри, эта комбинация будет давать киллы. Надо это использовать. Ну и Храйзерс бы здесь, конечно, не подстрелять. Ну а Санэйка просто... Санэйк вообще стал каким-то беспощадным варваром. Он не жалеет вообще никакие спилы на фарм крипов. И это приносит свои плоды. Пример. Да. Снизу вот Слав против Бестмастера. Очень интересная линия. То есть ты должен Шачлогни свою выиграть, из-за того, что у него там кабанчики какие-то. Конца он там будет зонить Ахмо. Но с другой стороны, Ахмо 6 единиц брониста. А вот Шилд попробуй так просто его пробить. Да, Ахмо очень... Селедка очень статовая. То есть у Бестмастера тоже со статой все в порядке. Но мы видим, что прям сельдь здесь. Даже у Бестмастера больше. Мы подняли сильно атаку. Но это вообще, конечно, какой-то ненормальный герой. У него мало того, что кабаны по 30 демеджа замедляют еще яд. И Бестмастера самого... У него 72 урона. У Сладара 64. То есть он чисто с руки сильнее. При том, что Армора у Сладара 6, у Бестмастера 5. Ну, практически одинаково не... Единичка разницы. Ну, кабаны решают. Кабаны, конечно, решают. И постоянно их вызывает у нас товарищ Шачло. И пытается и Ахмо пробивать, еще и криптать. При этом неплохо. Более-менее должно быть получше у Бестмастера все-таки, на мой взгляд. Посмотрим, как на токе на практике получится. В миде у нас Инвокер имеет 9 на 4. У Квинпейн 8 на 8. Тут уже все довольно ровненько. У Дэнди имеет 0 талисмана. То же самое. Там уже есть сапога. Здесь пока сапога нет. Но вот уже в Курьере... Мы видим, что нет возможности у ХЛС пока делать какие-то отводы на своей лёгкой линии. Которой, наверное, лёгкой назвать сложно. Потому что уже нападают товарища. Плако начинает раскручивать. Дитя Рай. И... Тролль помог немного. Ну да, хороший фраг достается. 1-1 счет. Вообще, интересно... Довольно-таки у нас Инвокер. Он вот скачался себе в экзорд. А под что вообще он будет самстрайк давать, непонятно. Не под чего. Ну, старый он. Но на трипл вы не будете нападать. Праймал рор. Впоследствии. Ну, это довольно долго. То есть он фактически там до 8-ой минуты ничего не будет давать. То есть он на линии хорошо добивает крипа. Потому что у него экзорда много. И демодж, соответственно, хороший. Санстрайк дает тогда, когда, возможно, будут какие-то размены. Ну и потом под праймал рор будет комбинация. Ну, почему бы и нет? Это выглядит плохо. Стрелл Дэнди сразу же на блинке уходит. Есть у него блинк. Скрим. Ну, в принципе, дефолт скилл билд для медовой квапы. Единственное, что, конечно, Шадуу Страйк не в 2. Ча? Тоже плохо. И заходит Санэйка в спину, но Годдэм и составный его заберт. Вот такой вот легкий фраг. Лично прочитал здесь телодвижение Дазла. Годдэм что-то экономил, экономил. Не хилился, не хилился, не хилился. И сейчас в итоге потерялся. Тем временем сверху у нас минус Operation, но Джаггернаут забирает Леона. Начинает биться с пиктурой. Вот Джаггернаут это членочи весит. И как же он ее пробивает? Вынужден отходить с пиктра, захиливаться. Приходится Санэйка. У Санэйка нет МП на танк. Кит пошел и возвращается на линию артстайл. Ну, все, здесь полноценный трипл против триплы. Те, ну, скажем так, откровенно говоря, триплы-то у ребят Лерезерса не было. Годдэм часто очень куда-то гайд. То есть, ФБ был сделан из-за того, что Годдэма рядом не было. Потом Годдэм пошел на мид, там погиб. И в итоге получается... Ну, потому что они славеют только потом. Ну, да, да. И в итоге Леон только охраняет баха в результате. В правильном матче Тим Спирит три героя у них в талерне. Но бараков нету с одной стороны. Да, там... Там прямо в любую секунду, как у нас в прошлой игре, все может в любую секунду решиться. Чего не сказать про эту игру. Здесь, на самом деле, как раз тут такие пики, что еще очень долго бараки никто не будет ломать. И, в принципе, даже в лейте в глубоком такой ситуации не будет, где там Шадоу Шаман, Лайфстиллер с Дизолем и какой-то медведь. Здесь все поровнее будет. Но зато герои больше как раз точнее на то, чтобы убивать друг друга. Поэтому здесь лопаться. Возможно, сами персонажи будут гораздо быстрее. А не как там во время двух глобалов никого убили. Шачло. Очень какая-то непонятная перетяжка получилась от Нави. То есть не было возможности сцепить Шачло. Он спокойно уходил. Ну, по АТП потратили на Нави. Они, по-моему, просто сместились. То есть они оставляют спику. У нее там 10 крипов. Джаггер чуть побольше взял. Все, Джаггер уходит на свою линию. А... Ахмо-то будет всякий вот снахмой. Просто они очень сильно проигрывали нижнюю линию. Я же не знаю, что бы делать Ахмо, но он, вот, посмотри, у него 19 крипов, бестмастер 29. У него 19 было и пару минут назад. То есть он почти ничего не добил. Санейка выходит. Афоня, стан. Минус аркор повесили. Квапа, тут жгут. Не пощадили. Просто не пощадили. Даже с дизы мы не упустили инвокер. Неодпособности он выдать не смог. Афоня получился на перетяжке такой. Бегает Ахмо. Теперь не просто так пошел на топ, да, через ТП или через спринт, а сделал фраг. Это тоже важно. Точнее, пугастовало. Да, это вот стоит отметить для многих хардлейнеров. Хорошая черта такая. Не просто как-то бездумно бежать, а сделать полезное. И немножко Ашера видно, что, ну, не так все у них происходит, как нужно во всяких мелочах. Вот опять же, летел на ТП. Летел на ТП Леон. Почему Леон летел на ТП, когда должен лететь даун? Непонятно. У Даззла было ТП, он даун, понятно, не успел. Но все равно, Даззл бы смог засейвить. Санстрайк на ДТРА, есть подхил, есть Хекс, без шанса на ДТРА, и его убили. Хороший фраг. Ну, вот самая комбинация. Бестмастер, получив против Ахмо хороший левел, стоя там прекрасно, заработал денег, и вот теперь Санстрайк, инвокер, можно неплохо комбинировать. Ну, и делается. Ну, хоть как-то получается играть в Хелл Рейтерс. Там правда, финна атака сейчас будет на Афоне, снова что-то. Так, залетает, ей фейв, стан колд, фит, без шанса. Для Афонина вновь. Приходит и баг, кстати, Арстайла может позломать в ответ, неплохо. Ответили. Ну, хоть кого-то забрали, но, конечно, здесь... Ну, Арстайл сразу понял, что он в Спиктре никаким образом не убежит. Спиктре это тяжело, она фраг забирает, но она продолжает без фарм оставаться. Пошли все гангать Джиггернаута, его забрали, но Спиктре сверху пришел Слардар, понятное дело, что Слардар посильнее будет, и пока что драться с ней никакой возможности нет. Ну, с Амплифаем, да, мерзкий герой, конечно. Хочется, чтобы суппорты подошли к Спиктре и попытаться убить Ахмо, но у суппорта нет, суппорта за... Тут слишком много всего происходит возле мид-линии, где-то на перетяжках, на рунах и так далее. Ну, Спиктре сейчас оставлено сама себе, покупает Нул Шадоуз, это та самая Спиктре, которая будет принимать участие во всех файтов, используя свой ультимейт, поэтому, соответственно, она и нужна. Снизу уже падает вышка, здесь Бестмастер ее подмял. Как у Беста все-очень все хорошо. Бестмастер тут у тебя великолепно лучший в своей команде по Нетфорсу, у него уже есть Белт, скоро выйдет в первые Некрачи. Ну, Шачло после прошлой, видимо, разогнался. Ну, и Квопа пошла ромить вместе с Вингой, оставляя пока что лайн, здесь же Леона оставляют лайн, Андрака, Санейка выходит, но хорошо, держал дистанцию Андршок, среагировал, моментально ушел потом. Да, там еще секунд задержался, Винган на Арканах, в машине отпустил боевую. Да, и Бест обнаглел, ты посмотри, что он делает, он уже пошел к Тир 2, а тут Тара, просто кабал, два, есть у него, конечно, но Шачло понятное дело, с того Мни Слэша не возьмешь. Ну, там тысяча ХП и довольно-таки много армора, тем более, что Блэйд Фьюри уже потрачено, если бы сначала Умни Слэш и тут же Блэйд Фьюри, то можно забрать. Но вот в такой ситуации нереально. Ну вот, все, вышку снесли, Иш, а что здесь уже стоять немножко тяжеловато? Данейка пошел, Кубана хочет, Данейт. Своих уничтожил. Есть первый Некрономикод, кстати говоря. Неплохой тайминг на 10-й минуте, очень даже неплохой. Ну да, собирает первыми, без всяких Владмиров, вообще без других только сапог. Скаут Шилд и сразу не крочи. Быстро пнимет себе третьих, может быть, будет как-то активнее сплитить. По графикам Нави чуть впереди, было у них побольше преимущества, но все равно они чувствуют себя очень уверенно. Пока Спектра еще не очень боец и Инвокер сильно проиграл линию, что для него проблема. Ему тяжело где-то в лесу фарм набирать быстро. Ой, да ладно, Дэй, ну что это, Sonic Wave, ну как так? Ну, типичная ситуация, Андершок даже не маневрировал, он просто убегал. Да, но самое неприятное, что даже если бы он этим Sonic Wave попал, там, ну, посмотри, у Леона 600 хп и за ним еще вставил пазл с Граевом. То есть, даже если он попадает, он наносит чистыми 290, чем снимать 300 хп. Но пробовать-то надо попадать, попадать точнее надо не попадать, а просто попадать. Джиггернаут в опасной ситуации, его не заметили, просто не заметили. Попадают смоки, но благодаря новой горочке отдаясь в рот. Так, что он может зайти? Да, и Sunstrike будет, скорее всего. Топорики залетают? Нет, не с Primal Roar, начинается эта инициация. Дитя Араблока получена, отходит, сразу же ТПшка сюда подключается с Анейко, готов будет перехватывать. Вызрывается инострит, пошел ультимейт, Primal Roar с Анейко, и не успевает он дать ничего. Но сам он написал, конечно, в этот момент Спектра еще перетягивается на аппарата вместе с Леоном. И минус 2 делают. А использовали ультимейта 2 и Спектры, и Шачной, и разорвали противника. Сразу же можно подпушить кауэр. Плохо, Ашер, двигаются пока. Ну вот да, что-то Санейко там немножко подзалип. Башню сил тьмы наверху на линии, атакуют. Вот, несмотря на то, что Джеккернаут знал лучше, чем Спектра, появлялись раньше артефакты, Файзы, Акнила, но Спектра подключается почаще теперь. То есть, каждому импозит мячает ультимейт и поехали воевать. В результате болезней, несколько, чем Джеккер пока выглядит. Ну, у Джеккера вообще ничего не сделал. Будем откровенны. То есть, Джеккер, по идее, посильнее, но за счет того, что действительно Спектра может вот так вот подключаться, просто там свой из Дизалейта тычку, четвертый даггер кинуло, а выходит лучше. Но следующее для Нави будет такая вот усиление, следующее для Нави будет, когда Слордар возьмет блинг, пойдут гангать. Кажется, не хватает. И когда Парышин, конечно, возьмет шестой. Вот разум это произойдет, я чувствую, что практически одновременно у Слордара вот сейчас уже блинг появится через сто монет, у Апарышина вот же шестой есть. Ну и все, и сейчас просто идти и уничтожать. Джеккер выходит на топ. Пока что у Нави только в этом-то и проблема. Ничего не получается. Тайной разведки ста того же. Ну и парочка недачных смог выходок у них тоже было. Сейчас еще одна смог вылазка и попробуют они поймать, что число. есть Shadow Strike, там теперь они забрали Артстайла. Ну и Шашлодист тоже никто не спасет. Погибает он. На покупку второго рынка он там. Ну, крутой фраг, что я могу сказать. Неплохо вышли, да, смог реализован. Ну, правда, в это время Леон почему-то немного спейса нафармил на Блинг, что, кстати, довольно неплохой тайминг. Это очень быстро. Да, 12-ая минута, Блинг уже есть. Блинг откатывается. Готов. Что его там называли? Наши аналитики вонючка. Дорогие друзья, вы догадаетесь, почему, почему этого Леон называет вонючкой? Вот ваше предположение Twitter, пожалуйста. Я уже сам, если честно, не помню. Не помнишь? Нет. Ну, да, через 5 минут ориентировочно. Нет, через 5 минут рано у нас только задержка пройдет. Через 10 минут, если мы вспомним. Вот, мы обязательно... Я помню просто. Вот, вы узнаете потом ответы, скажете, насколько у нас аналитики жесткие. Что они придумали им такое никнейм. Да. Такое прозвище вонючка. Окей, ладно, смотрим дальше. У нас 13 игры позади. Графики теперь чуть-чуть получше в сторону HellRaisers. Пошли, все-таки они больше и лучше передвигались того раз носили, все было окей. А сейчас уже Na'Vi что-то решили придумать. Какая активная игра пошла. Ну и, возможно, вот я, например, когда такие игры идут, я люблю немножко отвлечься во что-то поиграть. А для того, чтобы во что-то поиграть, нужно, естественно, купить игру. И где же мы можем купить игру? Спрашиваются. G2A.com Да, конечно же на G2A.com вчера все слышали наверняка потрясающую историю Нессы. Я, к сожалению, немного прослушал. Но я вас могу доверить, что она совершенно правдивая. Потому что все истории Несса абсолютно правдивые. Он вообще никогда не врет. Вот. И если интересно, я думаю, где-то уже наверняка есть видео. И как раз как я договорил это, мы видим, что на Рошана заходит, обузит его с Хиллен Вардом, залетает сюда санстрайк с Лордара с Лордара так, хорошо. Расстанем ситуацию. Значит, вылетел Леон. У нас про Арору залетает в Денди. Как он подставил с Лейх? Так, здесь Ахмо уже потерял пол-ХП Дитя Ра. Все еще грызет санстрайка. стоит Хиллен Вард. Какого уровня? Хиллен Вард второго уровня, но все равно. Стоит Хиллен Вард, в Денди зашел Раскаст, а что дальше? У Леона Раскаста нету, у него только станчик. Слардар может застанеть, Винга может застанеть. Здесь никаких шансов кого-то убить. Разве что с Лордаром, но точно не Денди. Денди не убьют. Денди должен здесь будет уходить, но сейчас какая-то ситуация возникнет. Топорики будут закинуты сразу после ПМЛ Рора, зацепят эти топорики. Посмотри, и Ахмо. Посмотри на спектру. Вот просто что делает спектра? Вот просто наведи на нее. Уже кнопочка эта горит, аж светится. Так вот, Ахмо сейчас получит еще определенный демэдж с топорика. Второй у нее очки вызовутся Некрономикон, и Ахмо скорее здесь погибнет после того, как спектра еще взяли эту драку. Дитя Ра, ну, можно проявить ультимейт сразу, потому что опять же, у спектра ультимейта будет он действовать в 5 секунд. Соответственно, нужно будет просто побегать. Хилингвард сбить здесь скорее всего не получится. Ну, и я думаю, что с Анейко Ахмо здесь сразу минус, а дальше непонятно. Артайл есть уже левел 6, готов он придавать Ice Blast, причем довольно скучно стоят хеллрейзер, с тем ультимейт может попасть по всем. Для секунд, Team Spirit 2.0 обыграли Team Empire, и получается у них 7 очков, они вне досягаемости, они на первом месте, это была, кстати, последняя их игра, в итоге у них победа, но только с Нави они сыграли в ничью, победили Ашер 2.0, Mamos Boys 2.0 и Empire тоже 2.0 У Empire остается 3 очка, Na'Vi уже имеют 4 и могут заработать 5.0. Ну и матч между Empire и Na'Vi в общем-то все будет решать, если выигрывают 2.0, то по личным встречам просто Empire пройдут вперед, если будет 2.0, то на Ви тоже пройдут вперед. Все будет зависеть просто от имперцев, как они сыграли против Na'Vi, и к этому матчу они будут очень, очень и очень серьезно готовиться. Но этот матч будут освещать, наверное, стоит включить сейчас, пока паузу, чтобы нечего смотреть. Я тут одновременно и режиссер, и комментатор, и еще камерамен, поэтому тяжело немножко. Так вот, этот матч у нас будет 3 серии, на первом канале, если я не ошибаюсь. Правильно? Да. На первом канале, поэтому сможете там посмотреть. Здесь же у нас будет уже группа B впоследствии, то есть мы будем смотреть немного матчей Вега сегодня, будут там Лона Конспириси. В общем-то, где-то расписание, наверное, в паблике Рухаба будет такие расклады. Да, тут смотрим пока. Ну, видимо, еще не дошло в Твиттере, почему же Леон Вонючка. Вот. Блак, что вышли в плей, будем готовиться дальше. Почти всем в своих играх довольны. Ну да, только одно, они немного заруинили, и то там Денди. Ну, кто не видел вчера божественное РП, когда все герои стоят вот так вот, и бах, РП, они оказываются в одной точке. Там максимальное КПД Магнуса. Очень красиво сыграли Нави. нам сегодня предстоит конечно группа Б, в которой, о боже мой, там у Рокс 0 очков, у Ликвидов 3. То есть буквально там за два матча может все совершенно измениться. У Веги 2, у ЛЦ 2, у Элеменца 1, и все еще будут продолжать бороться. У меня главный вопрос, посадит ли скрина на место Капитана Элеменца. Я думаю, после вчерашних матчей надо это сделать, потому что, кривенно говоря, у Ледана были пики не самые крутые. Вообще там матчей очень мало было в этой группе, еще не жирно, основные матчи будут проходить, понятное дело, сегодня. Мы их будем обязательно смотреть. Ну, у Ашеров, по-прежнему, Капитана, в общем-то, не появляется. Никто. По поводу, по поводу скрина, читаю его по ВКонтакте. Короче, поясню по поводу смены Капитанства. Была ситуация, в которой лично я посчитал, что будет лучше отдать пики Капитанцу Ледану. Какая именно ситуация, играть не буду, но скажу одно, то, что говорил уже много раз. В игре должны слушать одного человека, иначе команда взаимодействия будет страдать. Я же решил, что если несколько человек не могут подстроиться под мою доту, то я лучше подстроюсь сам. Все во благо команды. Именно такое решение проявлено. Ну, то есть, в общем, не хотели слушать его, были какие-то конфликты, и, видимо, он решил, что он лучше будет строиться. Тем не менее, мы не отчаиваемся. Лично я верю, что все игроки в команде вполне скилловые и предложены командной игре. В этот момент я закрыл его страницу. Будущее есть. Не, ну, самое главное, что стоит отметить, что скрин адаптируется под коллектив, он не ставится во главе всего, он готов давать капитанству свою позицию и так далее. Это очень важно. Ну, а конфликтовать, скорее всего, первый начал Вильтан. Что тебе понравилось? Тут предположение. Все, пошли уже комментарии по тому, почему наши аналитики называют. Ну, не наши все аналитики, окей, НС называют. Какие там варианты? И ведущая наша называет Леона вонючим, потому что пальцы у нее вонючим. А почему? То есть, продолжаем дальше. Почему у нее пальцы вонючим? Я самому интересно. Ну, вот тут есть комментарии правильные. А товарищ Виталий Ефремов правильно ответил на этот вопрос. Ладно, вы еще можете продолжать, пока я не буду говорить правильный ответ. В прямом эфире точно. Так, Паш, затягивается? Все. Леон не затягивался. Отлично. Отлично. Ну что ж, смотрим за этим замесом, дорогие друзья. Внимание, внимание, сейчас вылетит птичка. Что-то совершится с мастера. Или с Волочи. Только когда Нави зашли, Рошанчика подъели. Сузбили. Так, пауза не отжимается. Ну, все там должны должны приготовиться максимально. Гоу пишет Сафоня, Гоу пишет Артстайл. Поехали, смотри, так, паузу зажимается. 3, 2, 1. Итак, вот он, пошла. Тимейт спик 3, подкопы, Артстайл страдает с пи***, не подлохой от Дэнди. Очень быстро убивают здесь бессмастера, 1-2-1 драка. Но и страдает. Дальше уже Артстайл, погибает он, тебя раскручивается, отбивает-таки еще Даззла, но погибать будет сам, потому что отпускает и бах. И нырячь, Андершок подкоп по-двоим, какой подкоп от Андершока. Смогут ли поймать Дэнди? Нет, Дэнди отбликовывается, ах, более того, еще стан по-троим выдает и тоже уходит. Ай-яй-яй, ситуация, когда должны были забирать обоих, и забирать никого. Дэнди пытается маневрировать, блинки в кусты и уходит. Ну, Андершок, по-моему, там какую-то нирвану поймал, потому что первый стан зашел по-троим, еще по-двоим. Очень круто сыграл Афони со своим бластом. очень здорово все расконтролили и весь у них слэш джиггернаута, который покажет еще первый уровень. Вошел, черт знает куда. Так, слушай, это Рошана просто кодовать не хотят. Залетит, но Рошан был очень битом. В итоге забирается Hellraiser с Аегис, забирается, говоря, Инвокер, приходит Артстайл. Не особо боец, да, приходит сюда так, селедка, но все разбежались. И Ашеры, Ашеры выходят вперед довольно-таки существенно. Теперь у них есть Аегис. Аегис у Инвокера. У Инвокера скоро не крочи, у бестмастера не крочи, а Нави немножко подстряли. Джиггернауту тяжело против такого количества суммонов и будет еще тяжелее. Он не может кстать умный сэш. Денис, Огот, пытаются убить Митс и Ахмо, ну вот из два мобильных героя. Вылавливают отставших немножечко суппортов и в принципе Ахмо хорош. Да, Ахмо здорово на своем вот этом слордаре уже проявил себя и в предыдущей драке и сейчас. Ну то есть с покупкой блинка все изменилось. Мобильный интереснее начинают играть в Нави с этим мобильным персонажем. Это здорово. Холл Рейзерс будут отстаивать конечно же с Тир 1 Тавр. Дитяра пытаются пробить. Ставится Хилинг Вард. Афонин рядышком. И вторый Некринскон уже есть в Шачлой. Есть Примал Рор. Пока инициировать не очень. Там будет полноценная драка. Ну, может быть только из-за того, что еще и Баха не готов ультиммейт. Вот буквально через пару секунд он уже появится и будет готов. Обратите ваше внимание на скилл Афонина. Он качается через класс Экзорд. Эти самые старые инвокеры, которые играют через суммонов. То есть будет два Форджа Спирита, будут Хрономикон и все и давить. То есть возможность нанести пушить, нанести физ урон. И такой инвокер в принципе неплох. Донди, кстати, 3-0-4 и за счет этого именно он не отстает от инвокера. Ну да, умирает, что самое важное. При этом хороший импакт, ибо дает свои прокасты как надо. Один раз только промазал своим Sonic Wave'ом, остальное будет все точно. Что будет делать DTR, большой вопрос. Ему, может быть, стоит по количеству суммонов, ну, наверняка, стоит BF, нападение Дэнди. Ой, хорошо. Как про Али Ахмов, быстро дистанция, про Амал Роба, терение в Дэнди, ловит, дайс, баст, плач, шачно, сразу же закрывает Омни Слэшем, снова свапы, Дэнди уходит на блинке. Что дальше? Дальше пытается Афонико Дэм как подмять, но ДТР Роб ощутил силу Некронмиконов, он же Спирит, просто с ними сражаться, уходит. Что-то да, в итоге 2 в 1, очень хороший размин, спектра у нас в траку не идет, да, Дэнди просто уходит от нее, ну и забрали Леона, Бестмастера, здорово здесь все сделали Нави, успели среагировать, закинуть свои спылы, тысячу монет выиграли, еще разве что суммонов, вот эти суммоны, конечно, если Джаггер БФ себе сделает, они будут просто к***ом. Пока что Джаггер себе покупает Яшу. В последствии да, то есть здесь должен быть Джаггернаут такой, который не только за счет своих способностей хорош, а такой, который будет бить именно с руки. То есть здесь там, мы видели, что он включает Плейд Фьюри и он умирает в этом самом Плейд Фьюри, такое здесь неопустимо, потому что их из урона будут пробивать. Инспектор подловил Ахмо вместе с Артстайлом, через парка забрали. Я тоже не увидел. Здесь кусты был. Инвокер вообще мимо. Ну слушай, зря вот еще и Спектру, Спектра там завтыкала, она, кстати, пошла через баны, то есть, наверное, вот этот плотный билд урна барабаны все равно ее забрали. Очень Ахмо здорово действует, прямо красавчик. Он создал полезного для своей команды. Благодаря этому сейчас Артстайл купит себе рецепт на Мидасик и будет выходить Мидас уже с хорошей экономикой. Да, конечно, это немножко затянет игру, но в принципе, Спектра здесь очень далеко. Вот в чем плюс Брадика, конечно, то, что ты сжигаешь саппортов быстро. После того, как Апаратшн возьмет себе Мидасы, потом там по ним транквил, она уже так быстро его убивать будет. Так много демеджа наносить. А про Вингу вообще говорите, ну, там, мека, как вы видите. Ой, смотрите, в этом моменте Ахмо тоже создал определенный задел такой временной для команды, развеял смок в Инвизе, его, конечно же, Хелл Рейзерс найти не смогли, ибо не были готовы к Инвизным героям. И поэтому здесь Ганг обломался. На развороте могут сами нами напасть. Мол уже влетал, правда, Андершок тоже на блинке смог смотаться, правда, Литко ушел. Дает кег, мускоряй, есть Айс Бласт, Андершок, Колдфит, все, залетает и есть пока Шеллоу Грейм будет жить. Дальше на развороте литмейт с пик 3, драка продолжается, ныков летает в Шачло, пытается его пробить, есть прям урона тратить не хочется. Хочется с топориками не кромиконами просто оформить этот килл, что получается сделать, размен один в один, дальше у нас уходит атака на Шачклоп, залетает в Амбат, тут же Тетяарахт прокручивается, дают какой-то Праймору Ренесандр. Ох, какой Соник Вейв краешком цепляют, минус Бестмастер. Ну и в тяжелой ситуации здесь уже Ашер, у них покажут сумоны, они идут в пилот, но сейчас сумоны закончатся, и у Нави-то еще с пылы остались. Да, да, они же могут сейчас убить еще и этого наглого инфокера, знаю, зачем Афони там вообще вышел, получает стан, амплифай демедж, погибает, и после айки его будут убирать. Есть анстрак, неплохой Акмо должен уходить, приходит спектра, Ахмо здесь может от варяя и не уйти, дает стан, залетает Афони, Афони минус, пытается Ибак наказать здесь Ахмо, Ахмо уходит на блинке, и Ахмо нужно тоже уходить. Так, Леон, Леон с пальцем! Жаривает, лед закоптил. Топ, секунды откатится, нацепляет Дэнди, кидает Орхид, Андрошок очень плохо. Если он не слэш, вот так умирает, он прекрасно понимает, что Орхид добивает, дальше пошел Ибак убивает, уже Артстайл, драка бесконечна, Омни слэш, ой, по всем суммонам Шачло, боже, а по Шачло самому не достается ничего, на развороте можете Ара, пытаться убивать, очень мало у него здоровья осталось, пытается помочь Леонейка, уходит на пригорок, свой под замедлением, правда жутким, ставится вард, и отбегают Хеллрайзер, боже, прекратите драться, нет, Дэнди врывается вновь, есть Орхид, Шачло, Шаду, Страйк, залетает Айсбласт, попадет ли, нет, не попадает, и уходит Хеллрайзер. Нави выиграли эту драку, насколько я понимаю, все-таки, смотря на прожаренную селедку в конце, все-таки Леону удалось заменять, выбили Аекис, забрали еще раз Инвокера, и, ну, по графикам они продолжают все больше и больше зарабатывать, Дитяра уже взял Санжиньяш, скоро Мека будет на Санейка, уже очень скоро все Лешурна осталось, ну и Дэнди, о, Мидасик на оперейшн, и Дэнди топовый Нетворс, да, Нави приобретает. Все круче-круче, ну, драки действительно, они показали себя с лучшей стороны, мне очень понравилось, как они эффективно использовали свои способности, то есть, они ждали их до последнего, да, может быть, сам не слышим, не так хорошо и получилось, а так он не стал тратить его сразу, каких-то суппорт, то есть, дождался момента, чтобы убивать именно Кора, ну и в результате мы видим, что пока Hellraiser, драки не особо были готовы, ну и, конечно, много делают эти ранее приобретенные орхиды, замесы, когда ты затыкаешь Леона, не даешь ему что-то поражать, все это накладывает определенный отпечаток на каждую драку, а вот сейчас Андершок, а то в принципе иницирует Дитяра, подтягивается еще сюда инвокер, смогут ли убить, подкоп, что дальше? Дальше? Дальше валить, дальше просто бежать, валить, просто валить, знают где инвокер? Майт, ну, там, да, знают, догадываются, что где-то он тут, но ушел на ТП уже, естественно, понимают, это прекрасно. Что с пиктрак, где ее задел что-нибудь вообще, что это за артефакты такие? Пока что не дает она какого-то хорошего демеджа. В драке надо принимать интересное участие, юзает ультимейт в замесах, просто проблема в том, что она в этих драках еще и не убивает особо, она делает оси, да, ну потому что нету вот как такого жесткого демеджа с диффузов или с Радика. Башню Сил Света на нижний демеджа. И в итоге каждый раз спектрайты, ну, так вот, тамажат. Тера, будет ли делать БФ? Ну, честно говоря, уже сомнения у меня возникают по этому поводу после Сен-Жин-Яша. Возможно, все-таки будет. БФчик, думаешь, нужен после Сен-Жин-Яша? Вообще, Сен-Жин-Яша это артефакт на разгон обычно. БФ это тоже артефакт на разгон. Просто, у меня Сен-Яш по суммонам, там, о, Артстайл, Артстайл стрял. Сразу кипает. О, О, так, он трагедирует шачло и очень быстро разбирает. Артстайл, это байт. Получилось здорово. Давай, не пейте уже монстр килл. Я даже, знаешь как, но Артстайл умирает в итоге, спектраю за этот ультимейт, чтобы его окончательно... Фраг достается бестмастеру. Знаешь, я не думаю, что прям вот он байтил, но они очень быстро по ситуации разобрались. Он выкинул ультимейт, Ахмо был рядом и забрали бестмастера до. Ну, хорошо, сыграю. По ситуации, размин в любом случае в плюс. Еще и сейчас вышку заберут. Можно даже на вторую пойти, побить ее. Да, и знаем, ведь теперь, что у Hellraiser, у спектры нет ультимейта, можно этим пользоваться. Чувствует один из крутейших и нужных для Ашер ультимативных способностей. Кудель сейчас, увидит сейчас вард, видит этого Санэйк. Пойдет убивать. Ну, сами спалились под этим самым вардом и его темпы должны находить. Ну, опять же, лучше и лучше получают на Ави. Последние промежутки они проводят хорошо. О, отыграли. Были в минусе 10, сейчас в плюсе на 2, то есть 4,5 в результате. Ну, и вот ушли уже на топ. Уже здесь. Хотят. Разобрались. Форж с петами. Здесь он шок. Очень много сумоков получают. Там уже не крочей не степеняются убивать. Все больше. Путный этот Джаггернаут с Энжиньяш. Нормально. Так, 15 секунд до выхода Рошана. Вижен, Вижен. Нужно позвать, конечно, как-то. Пока более-менее успешно с задачей справляются ребята из Na'Vi. Рейдерс пока их видно просто-напросто. Здесь вард стоит. На руне вард стоит. Очень странно, учитывая, что у ваших самих бис не должны доминировать по Вижену. Ну, и гема нет какого-то. То есть, обычно, когда тебе спецкатер хочется гем какой-то и полностью все карты завладеть. Все, пошли на Рошана. Знает об этом, аштер, встягивается, есть ТП-шкат Удершока, сам под смоками, Глдем тоже встягивается, потихоньку старые герои. Ой, как больно. Ой, как больно. Бедный Рошан. Минус Армор пошел на 10. Баха, 8 секунд кулдауна его ультимейта. Немножко нужно подождать. Врывается Удершок. Очень вовремя. Я успел скатовать крутилочку. И И Андершок там сейчас бьют, но минус Армор спадает с Рошана, заходит куча сумонов, просто сумонов от Рошана пошел у этих спектры, не дает ворваться, но сейчас будет драться из-за того, когда спектры закончатся. Леон в итоге забирает Айеги. Что, до... Леон! Подкова по четверым! Вся команда разлетается, Андершок! Еще фингер папу минус и пока раскрутился Джаггернаут, его уже забрали. Боже, какой-то жесткий Андершок. Какой-то там, я не знаю, он проложил, по-моему, в два раза шире и толще. Так у него рэвидж, у него не E-Pail, у него просто рэвидж. Рэвидж, а как помнишь, это у Фака рисовали, но не все. Вместо первой рэвидж. Ну ладно. Вот же здесь что-то подобное. Ну просто сыграл очень здорово. Забрал Аегис, прыгнул, минус 4 героя. Пришел, увидел, победил. И разом Ашер сейчас займут очень много. Сейчас еще снесут куну. Вряд ли Тер-3 удастся сломать. Уже выходит Operation, выходят все. Да, сломаю. Сердва сломаю, да. И, наверное, стоит это. А в любом случае, за мнением этого выигрышного замеса и в наличии Аегиса, они могут попытаться хотя бы топ-линию еще два тавера поломать. Я думаю, туда и нужно стягиваться. Но получили они сейчас, конечно, очень много. Даже по графикам, графики просто ушли сразу вниз. Ну трешку где-то. То есть, учитывая, что это только 25-ая минута, Na'Vi ввели не так много, только трешку. Если бы это была 60-ая, и Na'Vi ввели бы 15-ку, то они бы 15-ку получили. Ну и Спектра себе приобретает. Тут же Sacred Relic, пожалуйста, выигранный замес, снесенный Рошан. Да, вот это мощно. Суммарно прибавка по деньгам большая получает. Сенанс появится. Появится очень скоро. И Бон сразу покупает тебе линзу. Теперь у него еще длиннее становится стан. Смотрите на рейндж. Летает. Пиле. Быстро, Батенди. Хмо, конечно, контрагирует. Получает, правда, Примал Роба. Залетает, блок не очень удачно. А Хмо съедит. Там кто-нибудь, кто мог бы помочь. Но сейчас уже нападать нельзя. Слардара нет у вас. И просто все под суммонами. Да, Смаком в итоге вынуждены отступать. А Санейка сейчас... Андершок-то может и найти. Получается, трансш от Санейка. Башню сил тьмы на нижней линии... Дальше. Куда ты врываешься? Команды рядом нет. Ты какой-то агрессор, Андершок. Башню сил света на верхней линии... Разрушена. Не добавится ничего совершенно. Еще с фингером сейчас. Слушай, а от этого вся гапшица на хайграун будет заходить. Алло. Сделать? Да, суммон заканчивается, благо. Силы света укрепили свои сооружения. Конечно, откатилась за счет того, что Тир-1 снесли. Только за счет этого. Проблема с тем, что нету АОЕ. Кроме раскаста Квапы, Квапе срочно нужно Блэк Кинг Бар, чтобы просто дать АОЕ, сбривать всех суммонов. И после этого Джаггер мог как-то прыгать. Вообще нечего делать с суммонами. Ультимейт оперейшн, ультимейт Квапы. Все. Больше ничего нет. И нужно обязательно Квапе Блэк Блэк, чтобы она не умирала от некрачей. Джаггер идет вперед. Очень жесткая засада. Сейчас составлять. Да, там меня поправили, кстати, в Тирис. Когда Трис Нави-то все игры выигрывают, они сравняются с TeamSpeed. И у них ничья. Но что-то им все игры не хотят отдавать. Спектра ультимейт. Ульт Дазла пошел. Адершок в позиции. Готов встанет восьмерых. Встанет только в одну линеечку. Мы вас быстренько. Оформим. Такое умеет делать Адершок. Уже показывал. Ну вот Спектра дождалась своего Радианца. Может быть без Радианца пока не хотели врываться. Хотя позиция была более-менее удобная. Как бы там ни было, немножко переждали. Здесь Афонин вместе с Адершоком выходит. И линию снова будут отпушивать. Ну вот окончательный график устаканившийся. Мы с вами посмотрим. Увидим, что 5000 преимущества есть у Ашер. Ой, более-менее какая-то такая значительная цифра. По эксперименту 2000. Ну и самое главное, конечно, это то, что приобретают кор-герои. И вот смотрите, появляется сразу же там микрономиконы третий. Линза, гем, радианс, микрономиконы еще один. Ага, ним сейчас будет. Вообще сильно апнулись, потому что вот разом именно вот этот Сакрот, который лежал пустым с 3800 и мало что давал, он превращается в радианс. Сразу там кучу приятных артефактов по мелочи и сумме. Эти 5000, они дают на самом деле очень большое преимущество. Артефактам-то. По артефактам сегодня пока круто выглядит у Ашер. Ну не знаю, как будут нави отбиваться. Им пушат уже мид. Ну не то чтобы пуш, просто пока подталкивают линию, готовы, если что, инициировать. Инвокер покупает себе уже аганима. Афонин сейчас надо сдавать огромным количеством способностей. Ну, нужно очень сильно бкб на Денде. Это чуть ли не ключевой сейчас артефакт. Если зафармят и сможет сутнов убивать, то будет все гораздо лучше. Просто минус все суммоны, Джаггер просто рваться. Андершокс, рассказ-то, артстайл быстро хочет забрать, тычку дает, залетает ульта спектры. Размен на Леон или потерял АЕКС. Только лишь. Но дальше должны бывать Леон. Леон не смог уйти разу. Получает баш, судар, плейпай, но есть на него шелок рейп. Он не знает, что входит просто в молоко. А из-за нас Андершока накроет. Отправлен дальше сонник вейп. Успевает дать праймор перед смертью. Отправляется на веру, деймит идет дальше. Но угревает очень быстро спектру. Остальные пытаются уйти на ТП. Да, там спектра даже умирала. Ахмо даже не дотянулся до него, потому что лежал дротик. И ультимейт оперейшена не контролит ни крачей, тем временем инвокер. Их просто забирает вместе с фаржами дитяра. И за один байбек оперейшена отыгрывают очень много золота сейчас на АВИ. Хорошая драка получилась. Вот как раз таки то, о чем шла речь, что нужно как-то подразобраться с суммонами. Немножко далековато зашли. И совсем не нужно. Могли бы просто Леона отдать, который там психанул. Даже не то, чтобы разобрались с суммонами. Все равно мне слэш прошел в никуда. Здесь очень хорошо отыграли именно с магическим прокастом. То есть залетел хорошо с вами вейвскрим и айсбласт. Это вот самое ключевое, что произошло. Джаггер свой урон, конечно, тоже нанес. Но опять же мне слэш пока не так крут. Мало урона, если бы умный слэш зашел. Там просто все лопнуло. Но уже Дэнди с БКБшкой в этот раз. И ультимейт третьего левела у него. А это круто. Сейчас же идут в ответную ломать Тир-2. Понятное дело, что Ашерам здесь возможность дать бой. Или попытаются слушать. А какие-то способностями можно. Там же Афонин. Та-ка надо. И инфирует Ахмо. Получает хекс в ответ. Шачло здесь без правил. Махмору еще 5 секунд. Ну и бах. Уже Вахмо вгрызается. Подловили на импейл. И тоже. Что-то Ахмо зря это сделал, конечно. Учитывая, что аппарат уже промазал ультимейт. Все вышли. Просто нафидел. Золото отдал. Ну за львышку. Аппаратшн взялся 11-й. Вот. Джиггернаут все-таки понимает, что с таким количеством суммонов ПД твоего умни слэша будет с БФом. Оно не просто будет больше, чем вот... Ну хотя бы какой-то урон будет наноситься. Урон, возможно, даже больше будет наноситься. Потому что, напомню, урон с Клива, он не резистится. А у суммонов 7 брони. У Кабанов сколько там брони у Кабанов? Тоже мало. Вот он Кабанов бежит. Ноль брони. Во! Вообще шикарно. Просто 500 урона по Кабану. Ну и Кливом всем там демо уже нормально. Единственное, что сейчас Джиггернауту, то есть он купил себе два артефакта. Ну с Энджин Яши на разгон ПФ, оно в принципе тоже считается на разгон. Но в данной ситуации это вынужденный артефакт. Надо брать себе БКБ. Потому что полторы тысячи ХП. Рой, если ты после умнишевстрянешь, то будет беда. Андершок. Расказ-то. Дэнди пытался забрать. У нас слишком много ХП. Пытается уйти. Закрыли Вайс-бластом. Есть Шеллоу Грейп. Тратится на Леона. Дэнди, Соник Мэйв под тело летает в спину. Как же больно. Эх, Мой идет дальше. Продолжает движение в сторону оппонента. Встречаются Моны. И нужно разворачиваться. Просто забрал Емах, Мокурнка. И уходит. Олдфейд, они кроме кончиков нужно подгрызть. Их, Рейзерси наступают. Ой, Санэйка смог. Санэйка. Мок заканчивается. И расходится. Нужно валить. Да, опять Сандэршок. Его божественные Эмпэр. Он играет как... Ну, вот так же. Он играет ролью Слардара сейчас. Залетает первым куда-то вообще в стан врага. Ну, как-то странно, на самом деле, получается. Потому что в итоге Дазл весь подсейф тратит для того, чтобы спасти Леона. То есть, суппорт спасает суппорта. Кор-герои где-то остаются вообще в стороне. И потом получают уже рассказ о Дэнди. Я понимаю, что Леон инициатор и так далее. Но как-то... Санэлокер сейчас должен быть. Тут еще поймали. О, Леон. Леон совсем один. Куда ж ты? Куда ж ты? А рядом тут Дазл. Нет. Есть Бисмастер, правда. Но у него нет Прайм Роора. Есть Дазл. О, Дазл подошел. Станчик от Ахмо после Форстафа. Дэнди тоже здесь. И разобрали. Опять же, Годем не успел дать Шелло Грейф. Ахмо минус. Дэнди там просто один всех замесил. Трипл килл практически. Хоть Санэйка. БКБ жмет Дэнди, чтобы просто его не убили. Сумоны. Здесь же Джиггернаут с блинками. Ну, Шачло. Как же Нави здесь хорошо принимают и выбивают еще один гейм. Очень здорово сыграли. Просто вот по одному зацепили. Инвокер, потом два саппорта Бистмастер. Минус четыре. Теряют только одного Слардара. И забили гейм. Ну, вообще неудачно здесь сыграли Хелл Рейзерс. То есть как-то по одному пошли. Начали отбивать. То есть первая Инвокер погиб. Ну, окей. Это можно было закончить. Пошел Леон. Его приняли спасать. Ну, про четверых, наверное, мечу теряли Хелл Рейзерс. Ничего не потратили. Кулдау как раз откатывает эту клопу из униквейва. Просто заходит Джиггернаут. Все в таверне. Фортификация нету. И Джиггернаут без Хеллен Варда пока что. Потому что зачем его тратить так рано. Сносит вышку. И рейнджовый барак пошел месить. Так, слушав спектры, это Дэн ультимейт. Есть, точнее, ультимейт и готовка Дэн на ТП у него. Получает орхит, упрекивает клопа. Ну и сломали, просто ушли. Ну вот опять, Хелл Рейзерс, ну, сами себе грабли сейчас под ноги вставляют. Потому что ровно месте отдали сейчас сперых и отдали сторх. Арсайл почти с Аганимом после всего этого. Ему 600 монет остается. Сейчас он довольно быстро это все с дайсиком своим зафармит. Буквально минут 5. И Аганим будет. А Аганим это уже контра Грейву у Даззла серьезная. То есть там особо не повешаешь Грейвы, но они не будут эффективны. Если против такого ультимейта 2 секунды можно подождать, повесить это даже с лоу хп. На шана заходит огромная лягушка. Но пас накрыл. Все видят, все знают. Как будут реагировать? Ну, минусы суммоны. Тут уже все под дебафом опарейшн. Нужно уходить, конечно. Правда, Спектра остается потихоньку месяц рано, но Нави уже в позиции. Сумонов мало. Только некрочи на бестмастере остались. Форжей не будет, некрочей инвокера не будет. Ну, а хоть сейчас переключит сферы и вызовут потом форжа спиритов. Ну да, кул маленький. Мне все время кажется, что гем на Рошане лежит. Этот ангусик висячий. Обычно возле Рошана устраивают помоечку, выкидывают. Ну да, потому что нужно что-то забирать. Туда, потом иногда из-за этого встревалово случается, когда берешь что-то не то. Но редко достаточно, поэтому по-прежнему у нас помоечка продолжается на Рошане. 7000 видят Нави, 10000 по хп. Будут они контролировать этого Рошана. Квапа подбирает керасу. Теперь ее уже с физики не так просто будет пробить. Очень важный артефакт. Почти БКБ готова на Сладаре. Тысячу монет ему остается. И Оперейшну... Оперейшну, по-моему, с эгонимом. Да, Оперейшну с эгонимом. Много денег получили, как раз таки вот с последних заходов. Посмотрите, как графики резко метнулись в сторону Нави. То есть с минус 5000 они вышли в плюс 7. Это, ну, слишком жесткий переворот, конечно. Ну и как холлрезить теперь? Переворачивать эту игру? Понятно. Плажется сейчас. Как-нибудь ульта Оперейшна. Очень удачная позиция у Нави. Нет ульта Оперейшна. И Нави осознанно уходит с этой позиции, потому что лучше занять горочку. Да, вот с горочки спутился с горочки и умер сразу же. Секунду растоптали. Есть ультимейт у Спектры, но толку. Баки здесь полноценные, скорее всего, не будут. Ставят скиликварт, идут века. Кто Спектра сделал? Зачем ты напал на Дэнди? Это просто минусы бах сейчас будет. И ульту туда ему. Соник Вэй бросается его к вампаху. Квально кашкам и дабл организовал Дэнди. Варп, варп, вот этот вот варп, в общем-то, все испортил Телрайзерс. Они без Вижена шли, под Виженом противника падает. Еще и Даззл, залетает в прокат Афонина. Омни слэшик туда. Фарджей разбивает. Но и самому Афонину тоже больно достается. Минус 4. Омни слэш хорошо заходит. Просто даже прилетев по фаржам. И Андершоп под ультой Оперейшна с Аганимом. Не отпускает его. Дает кекс. Тут же Сайланс. Не может станк. Тимвай. Да, минус 5 в итоге. Ну все, Na'Vi здесь уже не отпустят. Несмотря на то, что Спикра вроде как получила свои арты. Но Na'Vi как-то почувствовали уверенность. Хорошо провели подрак. Забирает в итоге Aegis у нас Джаггернах, которого 5000. CYR забирает Robin of Pain. 15-1. 15-1. 11. Какой-ка да безумный у Дэнди. Дэнди проводит хорошую игру. Хорошие вообще матчи. Вот эти вот Магнусы вчерашние, которые дали очко. Казармы сил тьмы на центральной линии. Ну что ж, теперь Ашеры будут, скорее всего, лишаться еще одной из сторон. Есть, конечно, Glyph Fortification, но Леона нет. И у Swap залетает в моббик. Себольшая микроординация. На любом случае ломают Азла. Все, тут уже глядя. После 0.6 получается у Hellraiser после вот этих вот трех матчей. И в принципе у них играют по-моему с кем у них. Swap и с бойцами, которые тоже уже вылетели. Но я уверен, что этого матча мы не увидим. Вроде у нас на стриме должен быть. Посмотрим, что сейчас только команда играть или нет. Может быть сыграют, но если там минус мораль, но никто не будет играть. Да и в принципе и незачем. Ультимейт, дитяра, дитяра больно. Ворн оф Шарлз, хилинг вард. И жить-то будет, будет. И байбак может у него достать. Получил стан. Сейчас будет у него ультимейт. И скорее всего раньше он просто погибнет. Да, погибает. Свои ульты. Нет байбэка. Падают остальные персонажи тоже. Ник в геймбалплей. Новая эра! Новая эра! О боже! Нави. Навик вернулись. Остаются еще в квалах. Навик предпадает попадание в плей-офф. Огромнейшие шансы. Так, все у них еще впереди. Ну, Ашеры сами эту карту отдали, конечно. В один момент просто непонятно, как это произошло. В лесу на фиделе отдали сторону. Без шансов уже потом и спасения. Все-таки мораль, она штука такая. Проигрываешь первую карту, а собраться очень сложно. Что мы имеем? Во время третьего тура ситуация будет такая, что достаточно выиграть у Империи Нави всего одну игру. У них сейчас 5. У них 6. Импайр не смогут догнать Нави. В то же время, несмотря на то, что у Нави 2 очка больше, если Импайр выиграют 2-0 Нави, то они проходят по результату личной встречи. Ну и при этом Нави еще могут с TeamSpeed побороться и догнать их. Какой следующий матч у нас? Я вижу, что на параллельном матче играют ЛЦ, Торнадзе.